Алина Валентиновна, пожалуйста, скажите, как видит Донецкая областная управление культурой эту проблему? Какие основные моменты? Я начну с того, что законодательная база, которая в независимой Украине появилась для сохранения культурного наследия, она вообще появилась в 2000 году. И период с 1991 до 2000 года, то есть это 9 лет период, который вообще способствовал действительно разрушению объектов культурного наследия. Сейчас, если можно, я по памятнику Вилла Марии, я скажу, если таким образом дальше мы будем восстанавливать все объекты архитектуры, я вас заверяю, у нас через 3 года не будет ни одного объекта архитектуры. Вилла Мария, во-первых, объекты культурного наследия, то есть памятники архитектуры, которые передаются, продаются, они должны проходить полную стадию и получать все документы, необходимые для передачи этих объектов какому-либо собственнику. Либо это органы местной власти, либо это частные собственники, которые выкупают этот объект. То есть должно быть согласование с Управлением культуры и туризма Донецкого областного администрации о том, что мы, во-первых, не возражаем против передачи, но мы не возражаем только на следующих условиях. Это заключение охранного договора с владельцем, который берет это помещение, либо покупает, либо берет его в аренду. Это во-первых. Во-вторых, когда человек берет это помещение, он должен учитывать, что это памятник архитектуры, а если памятник, значит и восстановление этого памятника должно проходить по всем нормативам. То есть невозможно... На Виле Марии сейчас это кричащая ситуация, когда просто на памятнике архитектуры поставили пластиковые окна. Все. Памятник на сегодняшний день, как памятник, отсутствует на 30%. Там от памятника осталось 70%. Почему 70%? Потому что, ну, есть еще здание, есть еще наружная часть, внутренняя часть, есть придворовая территория. Там еще можно что-то сохранить. Памятник передан в аренду горловской епархии и передан с нарушениями. Не было ни согласований, ни заключения охранных договоров, никаких абсолютно. И когда мы этот вопрос начали поднимать с отделом культуры городским, это было еще в 2015 году, мы помогли подготовить отделу культуры судебный иск для того, чтобы назад передать этот памятник архитектуры и уже органы местной власти могли бы сами проводить вопрос, проводить все работы по восстановлению этого памятника. Я понимаю, что 29 памятников архитектуры – это очень много для одного города. И в бюджете, к сожалению, мы будем смотреть на вещи реально. В бюджете нет денег для того, чтобы мы за год, за два, за три восстановили все эти объекты. Но вместе с тем, если мы говорим о том, что мы их пытаемся сохранить, тогда либо мы находим общий язык и, опять-таки, в рамках правового поля работаем с людьми, которые имеют в аренде или выкупили эти памятники. Или тогда давайте все-таки отстаивать право на свою историю и на свое историческое наследие. Могу сказать следующее. Элементарно нужно начинать с самых простых вещей. Для того, чтобы знать, что это памятник архитектуры, нужно изготовить табличку мемориальную, разместить ее на памятнике архитектуры. И завтра, когда любой пришедший к этому дому, к этому строению, будет знать, что это памятник архитектуры, я не гарантирую, что он не разберет лестничные марши. Но, по крайней мере, хотя бы задумается перед этим. И человек должен знать о том, что есть ответственность за то, что вы делаете. Все-таки это не просто живой заброшенный дом. Это объект исторического культурного наследия. Так в нашем государстве устроено, что есть памятники, которые принадлежат национальному достоянию. И есть памятники, которые являются региональным или территориальным достоянием. К сожалению, в Донецкой области вот таких объектов культурного наследия областного или городского значения гораздо больше, нежели национального. Национального у нас всего три их на всю Донецкую область. Все остальные объекты, это действительно местного значения. Но, тем не менее, город, который появился когда-то в 1645 году, и все эти годы создавал свою платформу для того, чтобы люди сейчас жили, он имеет право на сохранение того, что сделано нашими предками. Ну, а общественность должна думать еще о том, что это нужно не только сохранять, это нужно и популяризировать. Не так давно ко мне пришла Елена Саржевская, она сегодня здесь находится, и говорит Алина Валентиновна, у нас есть такая проблема, вот у нас есть туристические маршруты, вот такой маршрут, вот такой маршрут. Я говорю, замечательные маршруты, а как, где они зарегистрированы? И мы обнаруживаем такую потрясающую вещь. В самом Славянске есть потрясающих четыре маршрута туристических, которые не зарегистрированы даже на областном уровне. Скажите, пожалуйста, как может Славянск зарабатывать деньги на своих объектах архитектуры, на своем историческом плацдарме, если не дошел момент даже до того, чтобы просто зарегистрировать эти туристические маршруты? Эти памятники, архитектуры, их нужно показывать людям. Сюда будут приезжать туристы, они должны их видеть, они должны знать. Эта история не просто города Славянска, это история части Донецкой области, части Украины. Поэтому вот эти моменты, они очень важны. И общаясь с Еленой, мы уже приняли решение, что туристические маршруты, которые разработаны, будут подаваться в Управление культуры на регистрацию. Мы их будем вносить в единую туристическую базу Украины. И уже на основании этого мы сможем привлекать сюда туристические потоки, как украинцев, так и зарубежных наших гостей. А как вы оцениваете потенциал туристический именно на Славянска? Туристический потенциал Славянска очень высокий, потому что здесь есть достаточно... Во-первых, есть достаточная база, во-вторых, есть очень грамотные специалисты, которые умеют это сделать и показать. Ну и, естественно, здесь есть люди, которые участвуют во всем этом. А если они в этом участвуют, значит, они будут делать свой вклад в бюджет города. То есть туристы, которые приедут, они захотят оставить здесь какие-то свои капиталовложения для того, чтобы просто увидеть, посмотреть, ознакомиться с этой территорией Донецкой области. Поэтому потенциал у Славянска очень высокий. Хорошо, спасибо большое. Вы потом можете присоединиться еще к дискуссии. Хорошо. Можно? Да, конечно. Вы говорили про пластиковые окна, да, что, собственно, не выставил, да? У нас есть пятая школа, да, сюда, Синяя гимназия, да, так называемая, пятая школа. И получается, мы туда поставили, сюда же поставили пластиковые окна. Это грубейшее нарушение в памятке архитектуры, исторической памятнике. Так вот кто должен контролировать? Город Моллик тоже должен вести. Значит, для того, чтобы, я сказала процедуру, для того, чтобы делать какие-то ремонтные работы на памятнике архитектуры даже местного значения, необходимо брать согласование у областного управления культуры. И любую организацию, которая придет и скажет, я вам сделаю там ремонтные работы, вы не имеете права привлекать. Для этого есть специальные организации, которые работают именно с объектами культурного наследия. У этих организаций есть лицензия, и они знают, как это правильно сделать, для того, чтобы сохранить здание, сохранить объект в том виде, в котором он изначально был. И при этом не допустить разрушения этого здания и использования его еще может быть. Нет, чему дадут там часть, но здесь это государственное здание, и государство поставило на ситуацию. Плюс еще и в первую. Хорошо, спасибо. Я хотел бы задать вопрос Марине Николаевне. Скажите, пожалуйста, отдел культуры Славянска, у него наверняка есть какая-то функция по поводу сохранения? Вот, пожалуйста, расскажите об этом больше. У нас есть присутствие здесь специалиста, Оксана Владимировна, которая отвечает за этот орган охраны памятников. Она два слова скажет. Я два слова скажу вот о чем. Я согласна с Алиной Валентиновной, что 29 памятников архитектуры для одного небольшого Славянска, это очень большое количество. И учитывая то, что все эти памятники архитектуры находятся скорее в плохом состоянии, чем в хорошем, то для городского бюджета, естественно, это колоссальные деньги на восстановление этих зданий. Поэтому мы сейчас должны говорить не только о том, что мы должны создать программу и финансировать это из нашего бюджета, но сейчас открываются большие возможности привлекать сюда инвестиции, насколько мы можем их привлекать. Есть у нас управление инвестицией, поэтому я считаю, что нужно и общественность привлекать к этому моменту. Слава Богу, она у нас очень активная в этом плане, есть проекты разнообразные. И, естественно, нужно привлекать сюда, насколько возможно, фонды для того, чтобы то, что мы имеем, сохранить и придать ему, насколько это возможно, хороший вид. Вот в этом направлении мне кажется, что сейчас органы исполнительной власти совместно с общественностью должны работать. Это должно быть одно из приоритетных направлений, чтобы бюджет городской не потянет, естественно, восстановление всех этих зданий. Естественно, меценаты, которые всегда были, есть и будут, и если мы говорим о передаче традиций наших испокон вечных, меценатство всегда приветствовалось, и вот меценаты могут, как никто другой, помочь сохранению культурного наследия. Для них тогда должны быть какие-то четкие, ясные, понятные правила игры, которые, допустим, они бы взяли это, отремонтировали, содержали или получили возможность аренды или еще чего-то и соответствовали тем требованиям, которые... И все эти вопросы можно решить на уровне городского отдела культуры, областного управления культуры, городского совета. То есть, вот мы общались недавно с мэром города, мэр идет на контакт, он работает, он, ну, по крайней мере, так, это мое впечатление, он слышит, он слушает, и он пытается что-то сделать. Когда один в поле, он, естественно, не воин, и здесь нужно работать таким образом, чтобы мы могли залучить как можно больше разных направлений и возможностей для того, чтобы сохранить, чтобы потом могли люди сказать, вот, хотя бы сделаны вот такие, такие, такие шаги. А решить вопрос с меценатами, со спонсорами можно в рамках законодательной базы. Очень просто. Одним из примеров является у нас на Андреевском переулке, наш дом Андреевский, который был в свое время довоенный, замечательный, вот, и я знаю, что сейчас он восстанавливается, и даю, чтобы он для жителей Славянска снова восстановился. Это один из примеров того, о чем говорит Алина Валентиновна. Хорошо, спасибо. 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 Владимир Владимировна. На отдел культуры разложена функция органа охраны культурного наследия. Что является собой эта функция? Мы согласовываем и предоставляем высновки на явнись, витсутнись, археологичных объектов, а также высновки и, в общем, проводим работу в отношении составления охраны договоров, то есть контролирующая функция у нас. И по поводу здания, что говорила Алина Валентиновна о Вилы Марии, там нами в частности, мы были в составе комиссии, рабочей группы, комиссии по поводу того, мы проводили работу, очень много переписки мы провели. По поводу охраны. По поводу охраны договора договоры есть охраны между отделом культуры и громадой религиозной. Перед тем, как они заключили договор с Славянским городским советом на заключение договора в Позочке на 50 лет, был заключен этот договор. И они обращались на городской совет, ну, громада религиозная, о том, чтобы провести работы в этом памятнике. Реконструкцию, там, ремонт, капитальный ремонт и поточный, уже не помню суть содержания. Вот. Но тогда существовала система, дозвельная система в Донецке. И необходимо было предоставить целый пакет документов. Но этого пакета документов у них не было. Вот. И поэтому вот произошла такая, как бы, ситуация. Я хочу опустили. Вот. Поэтому все, что касалось нас, органов охраны культурного наследия, мы провели работу определенную в этом направлении. Мы вот говорили о том, что есть проблемное здание, и мы знаем о том, что вы занимаетесь сейчас одним из них, да, это контора Зевульского и Лянги, да. Скажите, пожалуйста, в какой стадии сейчас находится? Вот. Мы знаем, что это здание, владелец-ликвидатор, там, что сейчас происходит? Расскажите. Я повторюсь, мы уже не разобрались. Да, просто так, чтобы всем было понятно. Кто не знает, в 2013 году я сделал депутатский запрос, на который не был ответ о плачевом состоянии этого здания. Оказалось, что оно находится на балансе у ликвидатора керамкомбината. Написано было повторно ему депутатский запрос о том, что он довел здание до критической ситуации, которая уже обсыпается, нет крыши. Он сделал ответ, что готов передать его нам, на баланс города. Ну и пошли переписки, мы не могли его найти, потом военные действия. И вот, наконец-то, в Киеве я нашел его. Мы подписали последний документ, который удаст нам уже переводить его коммунальную собственность. Коммунальную собственность, то есть, передать. Мне пришла информация, что здание ночью начало разбираться. Кирпич очень хороший, старый, начало разбираться потихоньку. Я сделал туда выезд, еще раз сфотографировал и начал общаться с предпринимателями, которые находятся вокруг. Для того, чтобы сторожа хотя бы там пугали этих людей, которые приходят для разборки. И могли как-то позвонить в милицию, способствовать, для того, чтобы здание не разрушало. Пообщаясь с одним предпринимателем, он изложил свое такое мнение, что хотел бы это здание забрать. Себе как-то эту собственность, в аренду это я, законодательства не знаю. Ну, если мы это сделаем и вернет он ему тот же облик, который был, то я думаю, это будет хорошо. Я обращался, вы знаете, обращался и хотел бы на завод предпринимателем. Мы не раз собирались для того, чтобы найти, скажем так, еще его не перевели в коммунальную собственность. Мы уже искали какого-нибудь собственника, который бы мог его взять себе на баланс. Ну, сейчас будет процедура, я так понимаю, мы будем переводить его в коммунальную собственность. Подписывать за распоряжение в коммунальную собственность, а потом на баланс ее оккультуру. Да, потом будем, на комиссиях уже будем общаться, смотреть, что нам дальше делать с ним. Ну, здание надо спасать, потому что оно вообще в критическом состоянии, очень хорошее. И еще раз повторяю, что с этого здания начиналось производство керамики в нашем городе. Хотел бы еще обратить, вот мы разговаривали о зданиях, я немножко проехал еще раз по городу. Хотел бы сказать благодарность тем людям, которые содержат здание в отличном состоянии. Да, вот Роза Лексенбург, наверное, я бы сказал, это на первое место. 53? Да, 53. Я бы записал номер. Я бы, наверное, ему поставил первое место по содержанию, состоянию здания. Ну, и многие люди, как бы, относятся с пониманием, да, и ведут там бизнес, не нарушают. Хочу обратить внимание на такие здания, как Пашевченко-4, это наше Александрово, да, здание Александрово. Ну, я сделал фотографию, хотелось бы задать все такие вопросы, я не знаю кому. Здесь, наверное, бесконтрольность, без... наша, да, она делает вот такие вещи. Здание стало, ну, как светофор, да, оно у всех цветов. Люди зарабатывают там деньги. Я думаю, они не бедные, там внутри находятся. Их только надо попросить, чтобы они содержали облик. А кто это должен сделать? Ну, вот контролирующие, наверное, органы, это, наверное, архитектура, это отдел культуры, это... Они не имеют на это права и полномочия, я так понимаю, да? Да, наверное, ну, вот здание, если вы хотите посмотреть фотографию, мы все проходим, возле него, да, ну, сказать так, оно еще нормально и прослужит очень много, но сами мы его довели до такого ужасного состояния, без войны, без каких-то там попаданий туда. Так что, я думаю, надо проводить какую-то инвентаризацию этих всех зданий, да, и приводить их на лежащие. Ну, хорошо. Значит, мы, как Деловой Славянск, готовы поддержать эту инициативу, если вы напишите, скажем, депутатские какие-то запросы, мы будем информировать. Потому что мы так собираемся, разговариваем, разговариваем, а... Должен быть какой-то выхлоп, да. Очень тяжело все это продлевать. Я думаю, что на земельной комиссии у нас есть такое, по благоустройству, да, мы, наверное, поднимем этот вопрос, чтобы все-таки создать такую комиссию, которая, наверное, займется этим. Как минимум те 29 зданий, хотя бы, как бы, посмотреть на то, что можно с ними сделать и облагорожать это. Спасибо большое за ваше выступление. Да, пожалуйста. Это здание, если вы обращались в коммунальную собственность, оно находится в коммунальной собственности. И там два этажа. На одном этаже размещается предприниматель, который уже тоже в долгостроковой аренде, там арендует это помещение. Вот она туда вложила определенные средства. Эти пояснения может дать управление коммунальной собственности, потому что они уже с ней судятся, с этим предпринимателем, пишут ей письма. Туда выходила несколько раз комиссия, она сказала, что если... Я соединяюсь, можно, может, мы что-то не слышим? Я говорю об этом. Смотрите, есть здание, оно должно быть бежевым. Вот смотрите, здесь оно, здесь бежевый. Здесь салатного. Здесь предприниматель, здесь другой. Варите. Можете варить. Можете варить. Я не могу понять, почему они не могут собрешать, зачем салатный бежевый пошел в порядок. Поверьте, нужно просто его восстанавливать в самом здании. Александр, сейчас, минуту, подождите. Значит, краску бежевую человек нашел, да? А то, что надо, он не нашел, как я. Рядом зеленый. А зачем зеленый? Хорошо, тут бежевый уже. Зачем зеленый рядом красок? Рушатся карлизы, рушатся кровля. Тут, наверное, здание... Цвет краски. Цвет краски. А чего тут цвет краски? Здание роздано всего просто в долгосрочную аренду. Там около десятка арендаторов. Десятка арендаторов. Никто не может их собрать, что просто для... Уважаемые...